Святослав, привет! Рада тебя видеть и слышать, и заочно с тобой познакомиться. Надеюсь, познакомимся еще вживую. Спасибо, что решила поделиться своей реальной историей сыроедения. И первый вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, с чего начался твой путь сыроедения, и каков твой опыт сыроедения на сегодня? Сколько лет ты уже сыроедешь, и с чего стоит твой оцион на сегодня? Друзья, привет! С вами Святослав Андрюсенко, и расскажу сегодня свою историю. Мой путь к сыроедению начался с 2011 года. Я тогда читал книгу «Трясо инфрент к реальности» Вадима Зеланда, и та информация, которая была в этой книге о сыроедении, мне стало интересно. Я просто начал копать дальше, прочитал книгу Арнольда Эрета, и вот с этого момента я точно понял, что я буду переходить на сыроедение, но к этому не было какого-то толчка. То есть мне, как и многим людям, не хватало какой-то мотивации внутренней, не хватало такого вот именно взять и сделать это. И отправной точкой было то, что у меня в 2011 году осенью был микроинсульт, это вот разрыв небольшого сосудика в головном мозге. То есть я загремел на две недели в больницу, и у меня резко стало очень много времени просто задуматься о своей жизни, тем ли я занимаюсь, туда ли я иду, делаю ли я то, что я хочу, и вообще все ли так развивается, как мне хочется, на своем ли я месте. И в тот момент, конечно же, у меня много произошло всяких изменений трансформационных, и вот уже вот с нового года, с 2012 года я постепенно начал в эту тему еще более углубляться, читать, смотреть вебинары, искать информацию. То есть у меня на моем месте работы, у меня папка про здоровье, про сыроедение, она все больше и больше увеличилась, туда сохранялись различные книжки, отрывки со статей, интересные видео, то есть и все свободное время, которое у меня было, я эту тему изучал, то есть мне это было просто очень интересно. И вот с марта 2012 я начал переходить на сыроедение, при этом начитавшись про какую-то чудодейственную силу эвкалиптовой чистки, я себе эту чистку, как сейчас помню, начал делать, то есть купил лимоны, купил эвкалипта, варил там, заваривал, но меня ровно хватило на три дня, и как-то понял я что-то это немножко не то, то есть не те были ощущения и не тот результат, который я ожидал, то есть ну вот с марта 2012 начался мой переход, и он был такой постепенный, то есть я сначала убрал там все мясо, то есть рыбу, мясо убрал, ну хотя я до середины, за год до середины я практически только рыбу, то есть я убрал рыбу, у меня более там какие-то подваренная гречка, рис коричневый, салатики, и вот я так постепенно все это убирал, добавлял больше салатов, фруктов, и вот уже где-то с июня 2012 уже такое вот было стопроцентное сыроедение, фрукты, овощи, конечно, я как и многие зрители столкнулся с тем, что я просто вообще не знал ни рецептов, ни где купить продукты, ни как что можно готовить, у меня не было ни блендера, ни у меня не было приспособлений, то есть по сути для меня это было как в некоторой степени, как вот люди представляют, что сыроедение это вот морковка, капуста там и какая-то трава, ну вот для меня это было в некоторой степени такое представление, для себя все новое начал открывать, конечно, это сложно, сейчас вот когда я уже являюсь автором методики сыроедению за 30 дней, сейчас вот за 30 дней программы, вот моего коучинга, там участникам за 30 дней дается вот просто полностью все вот эти вот наработки, то есть где покупать продукты, какие блюда, как правильно переходить, какие идут чистки, с чего начать, какие чистки не стоит вначале делать, то есть психологические акценты, этого всего, то есть у меня вначале не было и как многие из вас я столкнулся с огромным и каким-то социальным немножко сопротивлением и внутри был некий такой страх и общество, то есть то окружение, в котором я жил, мои друзья, мое общество, оно, то есть мне перестало быть интересным, я с него, скажем так, вышел, да, но в то же время у меня не было нового окружения и этого еще мне не хватало. Ну вот такой вот был у меня переход, это было, хорошо, что это было лето, пошли вот с лета пошла клубника, черешня, абрикосы, персики, конечно, летом, смотрите, это намного проще, поэтому кто вот сейчас смотрит это видео и думает, вот я вот буду ждать там чего-то, понедельника, следующего месяца, еще чего-то, вот ребята, вот переходите сейчас летом, идеальное время для перехода, столько разнообразия фруктов, овощей, зелени, зимой есть свои нюансы, зимой тоже можно переходить, но есть свои нюансы, то есть зимой, летом, вот идеальное время, поэтому вот вам советую. Ну вот на данный момент мой стаж сороедения составляет больше двух лет, то есть вот летом будет два с половиной года, сколько и на середине. Какие у меня, какой у меня рацион? Ну сейчас у меня рацион, то есть такой, что с утра я выпиваю стакан воды с лимоном, потом занимаюсь зарядкой, делаю зарядку, пробежка, турник, брусья, око возрождения, йоговские ассаны, что-то из этого делаю, потом у меня идет смузи или зеленый коктейль, если это лето, когда много зелени, когда много сезонных фруктов, то есть я, например, шпинат с бананом, с клубникой, все это с водой перемешиваю, делаю зеленый коктейль, выпиваю где-то литр. Зимой это в основном соки, зимой у нас пара соков, это яблоки, морковка, это свекольный сок, это соки из цитрусовых, то есть зимой у меня в основном соки с утра. Потом второй завтрак, если мне хочется еще что-то съесть, то у меня идет каша, это либо горбузовая каша тыквенная, это ближе осень, зима, если это вот в такой период, в летний, это линная каша, с размоченной линной, это кунжутная каша, то есть у меня идет второй завтрак, у меня каша. Обед это 13 примерно, вот это у меня салат, то есть это овощная загрузка, миска с салатом, опять же, все только сезонное, то есть если сейчас у нас сезон помидоры, огурчики, зелень, все вот в салате, помидоры, огурчики, зелень, люблю в салат добавлять авокадо, то есть половинку авокадо в салат добавляю, заправка в салат исключительно с реческим майонезом, то есть масла я уже около года, я их не употребляю, ну, бывают какие-то, если уже нет майонеза, где-то в гостях, где-то у друзей, но основа у меня в салат это заправка майонез с реческим, из подсолнечных семечек, реже из кешью. Вечером у меня в основном, то есть после 6 я стараюсь, то есть в принципе у меня нет такой привычки есть после 6, это могут быть какие-то там перекусы фруктами, какой-то чай травяной с медом, с лимоном, то есть, ну, в основном вот такой, салат вечером очень редко, ну, практически, в основном вот фрукты, либо что-то жидкое, чай, часто вот проводим семинары, на семинарах у нас там какой-то халвой, там какие-то вот сладкие какие-то вкусняшки с чайком, то есть в основном вот это вот вечер, то есть после 6 стараюсь не есть, то есть завтрак у меня тоже, в принципе, по объему, по количеству он такой, больше водянисто-углеводный, он такой легкий, то есть основной прием пищи идет у меня с, вот как раз с обеда, с часу вот до 3 основной прием пищи идет. Вот, вот на данный момент такой арсен, и еще важный момент, старайтесь пить 2 литра воды в день, то есть бывает сарояды вот думают, что не стоит воды пить, я воду тоже стараюсь пить, там между приемами пищи, когда пища уже немножко усваивается, то есть стаканчик воды я выпиваю, то есть после каждого приема пищи, там через час, поэтому старайтесь пить воды, чистой структурированной воды, заряженной. Рад ли ты своему переходу на сароядение? Какие изменения с тобой произошли? Как изменился твой образ жизни? Конечно же, по прошествии двух, уже больше двух лет сароядения, я очень рад, что я на сароядение перешел, и тем, то есть сароядение для меня это был отправной точкой, то есть это была вот дверь совершенно в другой мир, то есть именно благодаря смене питания очень изменились у меня буквально вот все, что меня окружает. Что поменялось? Поменялось окружение, то есть для себя открыл очень много интересных людей, уже моих сейчас друзей, то есть мы очень здоровски, интересно проводим время, мы постоянно у нас поездки, общение, природа, семинары, то есть вот это невероятная энергетика вот этих людей окружения. Все люди, кстати, сарояды, большой плюс сароядение, все люди это очень свободномыслящие, очень ясно-трезвомыслящиеся, они свободны. В основном все активисты, вот, кто мы в Киеве активно общаемся, это люди предприниматели, то есть они не связаны какими-то рамками чего-то там, это люди финансово независимые. То есть это совершенно другой уровень общения, совершенно другой уровень интересов, другой уровень ценностей. И, соответственно, мои ценности, мои интересы тоже очень изменились. И сейчас мое мышление, мои действия, они направлены на то, чтобы сделать вот, ну, в мире какие-то действия, чтобы мир получил от этого пользу, вот не только я, не только моя семья, мои близкие, а вот все люди об этом узнали, узнали в этом структурированной, в грамотной информации и смогли пошагово, делая один, два, три, получая прекрасные, получить при этом прекрасные результаты. То есть это вот моя, скажем так, сейчас миссия, то, чем я занимаюсь, то, что меня вдохновляет, чем я горю. И сыроедение вот очень-очень сильно в этом мне помогло. То есть это вот сыроедение для меня был инструмент. И есть инструмент. То есть я сыроед не ради того, что сыроед. И для меня это, то есть я, скажем так, фанатичный, фанатичность я во всем, то есть не очень признаю и понимаю. То есть она ни к чему хорошему не приводит. То есть вот такой фанатичный подход. У меня больше это как такой подход исследовательский. Я постоянно изучаю, что есть в этой теме, собираю методики, компилирую их в некие системы. И сам сначала на себе их испробую, потом на своем близком окружении, только потом начинаю ими делиться с миром. В виде бесплатных видео, в виде семинаров, в виде платных программ, в виде коучинга. То есть это то, что мне доставляет удовольствие. Если сказать в физическом плане, какие у меня произошли изменения за два года, то, конечно же, это мое состояние внутреннее. То есть это вот такое постоянное ощущение ясности, легкости. То есть легче просыпаться с утра. Если этот момент не упускаешь и ложишься в 10, в 6 утра абсолютно практически без будильника встаешь. Вот у меня недавно был опыт, я лег в 9 и сам в 5 утра проснулся. То есть и такое очень часто. По поводу внешнего самочувствия, то есть кожа очистилась. Если у меня до этого какие-то были постоянные высыпания, прыщи на спине, на лице, на плечах, сейчас же полностью чистая кожа. И это безумно приятно. То есть запах от тела, что немаловажно. Вот сейчас все постоянно какими-то антиперспирантами, дезодорантами, духами. А вот вы когда-нибудь нюхали свой вот запах вашего тела, естественно запах вашего тела, это намного приятнее, чем постоянно там чем-то мазаться, потом мыться. Вот эти вот запахи тела просто выделяют вот все эти токсины через кожу. И когда ты ешь просто вот зелень, ешь фрукты, овощи, то есть запах от тела становится очень приятен самому себе. То есть плюсы это давление. То есть у меня до сыроедения давление всегда было повышенное. Мне вот ставили, когда я лежал в больнице, мне ставили третью степень гипертонии. То есть у меня было 130 на 90 давление. То есть это для молодого человека это давление высокое. Сейчас у меня давление всегда у меня 120 на 80, как у космонавта. То есть сосудистая система работает отлично. Я регулярно ее тренирую. То есть если до этого, до сыроедения мне купание в проруби, банные процедуры не всегда доставляли удовольствие так вот полностью, то сейчас для меня это огромное удовольствие сходить в баню, хорошенько попариться, а потом окунуться в холоднейшую полыню. Зимой я периодически, регулярно, когда бегаю на улице, занимаюсь, я окунаюсь в холодную воду, то есть водоемы. Для меня вот этой зимой несколько раз окунался минус 20, минус 22. А при этом после окунания я это делаю без полотенца, без чаев, ничего. Просто бегу-бегу, увидел, увидел лозер, увидел полыня, остановился, разделся, покупался, вылез. Эх, хорошо! Походил еще минут 5, практически высох, оделся, побежал дальше. Это при минус 20, чтобы вы понимали. Ну, при этом, естественно, ветра сильного нет, то есть такая безветренная погода. То есть сосуды работают вообще на полную силу. Пищеварение. То есть огромнейший плюс сыроедения – это пищеварение. Насколько оно налаживается, насколько все работает, просто как часы. Вам не надо беспокоиться про то, что там, когда вы сходите в туалет, какой будет запах, как вы... То есть каких-то проблем с пищеварением вообще отсутствует полностью. То есть пищеварение работает идеально, вы просто вообще забываете о том, что где у вас там печень, почки, живот. То есть если у кого-то сейчас есть с этим проблемы, то сыроедение, в принципе, это все решает. Конечно, нужно какое-то время, там, не ждите быстрых результатов. Бывают люди переходят на сыроедение, начитавшись плюсов, начитавших отзывов и ожидают быстрых результатов. Результаты будут, они будут идти постепенно, но прям там быстрейших результатов не будет. Всему свое время. Каждый из нас приходит к этому с определенным уровнем, с состоянием своего здоровья, с определенными уже болезнями, часто хроническими. Поэтому всему свое время, но все это лечится. Все это лечится и результаты, моя практика показывает, что результаты, хорошие результаты. То есть люди, которые систематически подходят грамотно, последовательно к переходу на сыроедение, к сыроедению, то имеют прекрасные результаты. Святослав, хочу задать тебе вопрос от зрителей моего проекта. Скажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, избавиться от желания есть мертвую пищу, не насилуя свой организм, не говоря себе «нет» постоянно? Прекрасный вопрос от зрителей. Как избавиться от желания есть постоянно, скажем так, мертвую пищу, не насилуя себя? Этот вопрос стоит рассматривать в плоскости того, что сыроедение никогда для вас, повторяю, я на этом сделал акцент, никогда не сработает, если вы будете просто себя насильственно заставлять что-то не есть, умом просто себе аргументируя, что это полезно, что это не полезно. То есть здесь следует вообще уходить от такого понятия, как насильственно. То есть я не встречал ни одного сыроеда, который получил хорошие результаты и при этом был такой насильственно настроен, как-то себя зажимал, там вот я это не съем, там продержусь. То есть имел и такие люди бывают, приходят на наши семинары, мы общаемся, то есть я постоянно нахожусь в среде, в социуме вот таких людей, сыроедов, вегетарианцев, и через меня проходит очень большое количество людей. Такие люди, они практически не получают хороших результатов. То есть это будет вести все к нервному напряжению, в итоге к срывам, в итоге к откатам, и состояние здоровья может еще худше ухудшаться, поскольку нарушается гомеостаз, то есть вы свою систему разбалансируете сильно, чем вообще было до сыроедения. То есть таким подходом не стоит вообще пытаться перейти. Подход здесь заключается в следующем. Переходить надо с такой вот положительной мотивацией и с пониманием, что это наоборот, это лучшее, то есть это лучшее вот фрукты, овощи, это лучшее, что вот хочется, что есть. Если есть сильные привязки, то полезно провести голодание, с клизмами сделать голодание. Голодание в принципе привязки убирает, ну хотя бы частично. Полезно мыслительно осознать, что вот эта еда, понять из чего она состоит. То есть немножко окунуться в биохимию, окунуться в составные части, в ингредиенты, из чего состоят продукты, из чего состоит, чем отличается морковка вареная от невареной, чем отличается бульон куриный от какого-то супчика сырого, от сырого борщика. То есть важно понять вот эти вот составляющие, очень помогает понимание внутренних процессов, как у вас работает пищеварение. Вот в интернете есть прекрасные ролики, где рассказано вообще, как работает пищеварительная система. Прочтите обязательно литературу. То есть в статье, форуме этого недостаточно. И это более того, часто читая статьи в интернете, в форуме информация, она друг другу противоречит. Это очень часто. Одни говорят, не ешь масло, а другие говорят, не ешь орехи. Третьи говорят, ешь орехи. Одни свое сырадение полностью делают из фруктов. Третьи добавляют овощи, каши. То есть все полностью запутано. И новичку очень сложно разобраться. Поэтому первое, что поможет вообще понять, это, во-первых, найти литературу. То есть прочитайте Марва Агонян, экологическая медицина. Прочитайте Фредерико Паттенота, секреты сороедения. Вот эти вот буквально две книги, они очень много помогут вам прояснить. Очень еще помогает двигаться по чьим-то следам. Вот у нас есть, мы в правом семинаре, есть правило трех П. Оно звучит так, переходить на сороедение постоянно, постепенно, последовательно. То есть это означает, что вам не стоит в один день отказаться от мертвой пищи. Конечно, если вы это делаете резко, у вас будет некая такая тяга. Стоит это делать постепенно. То есть увеличивая с каждым днем процентное соотношение сырой пищи и отказываясь от вредных привычек. То есть это может быть расстанутого времени, месяц, два. Если это вы делаете сами, без коуча, без тренера. Сами делайте это, полезно делать немножко расстануть. Последовательное, это означает идти по чьим-то следам. Вот есть мой опыт, есть опыт моих друзей, есть опыт в интернете, ребят. То есть кто, вот чей опыт вам резонирует, вот что вы видите. Вот вы видите человека, видите, как он выглядит, как он говорит, его результаты. То есть вот старайтесь идти по этому опыту. Не стоит что-то изобретать велосипед заново. То есть старайтесь этот опыт в некоторой степени повторить. Идти своим путем, но используя уже наработанные методики. Это очень эффективно. Очень многие люди, которые только желают перейти на сыроедение, сдаются вопросом. Как же можно есть фрукты и овощи, которые продаются в супермаркетах, ведь они все напичканы нитратами. И вообще, как выжить сыроеду в городских условиях и особенно в условиях холодного климата? Друзья, вот задали такой прекрасный вопрос. Как в городе питаться сыроеду? Где покупать продукты? Ведь существует мнение, что магазинные продукты напичканы, нет нитратами, напичканы химия. Конечно же, в общем поле информации, который нас сейчас окружает, в информационном мире, очень сложно разобраться вообще с каким-то пониманием на что-то опереться. Тем более сейчас у людей очень сильно сбиты фильтры. Они вот буквально не могут понимать, где плевло, а где зерна истины. Здесь важно в данном вопросе, что у нас плевло, а что зерна истины. Важно понимать, что, конечно, сейчас у нас промышленный век и много чего уже поставлено на промышленный конвейер. Соответственно, это все выращивается с помощью гидропоники. Эти фрукты и овощи, бывает, не видят солнечного света. Они растут на вате, которые подаются в питательные вещества. Поэтому, конечно же, стоит покупать прежде всего фрукты и овощи, которые выращены в домашних условиях у фермеров, либо в частных хозяйствах, в которых такого нет. У нас, например, в Киеве это легко сделать. У нас есть, в каждом районе есть продовольственные рынки, где приезжают фермеры, приезжают бабушки и продают. И пускай мне не говорят, что бабушки тоже там где-то перекупают, бабушки тоже там. Если ваше внимание, если ваше намерение будет настроено на то, чтобы найти качественную еду на рынке, вы это очень легко сделаете. Я прямо у меня есть желание, я думаю, я скоро это сделаю, сниму видео на эту тему, как, в принципе, покупать достаточно легко. Это касается наших продуктов, которые в нашем регионе. То есть это морковка, буряк, зелень, помидоры, огурцы, перец, кабачки, капуста, редька. То есть вот эти все продукты, они в нашем регионе, на наших землях, они все выращиваются. И, конечно же, есть варианты. Вот есть варианты, если же говорю, можно промышленное. Ну, промышленное, если есть выбор, если возможно купить у бабушек, если возможно купить у фермеров, конечно же, я покупаю только у них. И это, как правило, ярмарки, это рынки, и вам советую. Если говорить о фруктах, которые привозятся к нам вот сюда, на Украину, то есть это апельсины, мандарины, бананы, ананасы, киви, кокосы, авокадо, гран... Ну, вот я сделал такое разделение, если взять, вот опять же, хурма... Опять же, здесь разделение, что, как правило, это все везется с южных стран. Испания, Грузия, Бразилия, Азербайджан. Тут стоит понять, что, например, грузинские, азербайджанские, хурма, гранаты, мандарины, они, как правило, тоже там не обрабатываются. То есть старайтесь, вот, например, если есть мандарины на выбор испанские, такие красивые, с наклейками грузинские, в таком деревянном ящике, они, может быть, не такие красивые, конечно, стоит... Я, например, покупаю всегда мандарины грузинские в сезон. Они очень вкусные, сладкие, и они там практически, то есть, ну, они не обрабатываются ничем. То есть вот эти вот все иностранные фрукты, то есть, ну, по большому счету, одинаково. Что они продаются на рынке у перекупщиков, что в супермаркете. Поэтому тут я покупаю либо там, либо там. Единственное, конечно же, я есть, опять же, свои правила. То есть свои правила, в принципе. То есть бананы надо брать только тигроми. Вот эти вот зелено-желтые бананы, в них крахмал, он еще не в пригодной для усвоения формы. То есть эти бананы будут, ну, пользы никакой не несут. То есть бананы только покупать тигровые, такие уже, когда шкурка начинается наиться коричневой. Апельсины тоже. То есть в основном надо понимать, что все фрукты, они срываются зелеными и везутся сюда полузелеными. Поэтому выбирайте мягкие апельсины, мягкие мандарины. Смотрите, гранаты, чтобы эти уже фрукты были пригодны к употреблению. Все неспелые фрукты, они опасны в некоторой степени и не сильно пригодны для употребления. Поэтому старайтесь выбирать спелые фрукты. Потом есть такое исследование, которое говорит о том, что вот нитраты, нитриты, которые есть в фруктах, овощах, они у человека, который питается растительной пищей, они выводятся. Они выводятся и особого вреда не несут. Очень опасны эти соединения, нитраты, они опасны для человека, который питается белковой пищей животной. Поскольку при расщеплении животного белка выделяется мочевина и азотистая кислота. И вот эти вот вещества, то есть вот эти компоненты соединяются с нитратами и образуют нитриты. А вот нитриты это очень уже опасное соединение и они вызывают различные заболевания вплоть до раковых заболеваний. Поэтому тем, кто ест животную пищу, для них это актуально, это несет опасность. Поэтому бывают такие вот случаи, кстати, мы вам рассказываем, вот реальность своего опыта. Мы в прошлом году поехали отдыхать в Крым, мы ехали на машине, пикап, и мы загрузили 2 тонны арбузов. И мы там их ели, угощали, других людей, с кем там знакомились, общались. И вот нам, то есть с сыроедом вообще, то есть абсолютно отлично. Мы жили там 2 недели на одних арбузах, арбуз, инжиры, помидоры, все. А люди, которые вот, ну, обычное питание, там, съедают арбуз, им сразу же плохо. То есть у них абсолютно другой гомеостаз, другие процессы. И то, что нам с сыроедом вот будет, ну, нам от него плохо не будет или будет, ну, более-менее, то другому человеку, который на обычном питании, у которого микрофлора гнилостная или бродильная, которые совершенно другие процессы в организме идут, ему от этих арбузов, от этих фруктов может быть так плохо, что вплоть до такого сильного отравления. Поэтому, если вы переходите на сыроедение, то абсолютно, ну, не стоит по этому поводу сильно как-то беспокоиться. Конечно, выбирайте фрукты прежде всего сезонные. То есть если сейчас у нас летом клубника, черешня, стоит покупать клубнику, черешню, а не бананы, апельсины. Если у нас зима, стоит покупать там мандарину, хурму, то есть, ну, плюс уже бананы, апельсины. То есть зимой там помидоры, огурцы мы не едим, поскольку это все выращено искусственно, гидропоники, и нет этого вкуса, вообще аромата, то есть это еда, она не сильно пригодная к употреблению. Есть такой тест, называется тройной тест на продукты. То есть продукт, любой продукт, который мы хотим употребить, первый, он должен нас привлекать своим цветом, окраской, должен нам визуально нравиться. Вот мы подходим, первое, нам он нравится, второе, это запах. Вот уже на уровне запаха многие продукты, которые выращены промышленно, они не проходят. То есть клубника выращена промышленно, она не имеет аромата. Огурцы, помидоры выращены промышленно, они не имеют этого аромата, огуречного, помидорного. То есть второе, это запах. Мы нюхаем, аромат есть. Треть, это вкус. Мы вот едим, вкус. Вот если вы попробуете огурцы, помидоры летом, в сезон, они вкусные, у них аромат, у них вот свой тонкий вкус. Вы чувствуете, зимой эти вот же помидоры, огурцы выращены в теплицах, на гидропониях, они как трава. Соответственно, их нет смысла покупать. И четвертый тест, это мы уже сами, мы уже сами это дополнили, это наша именно разработка сыроедов киевских. Это послевкусие, это вот какое ваше ощущение. То есть вы вот съели, и что с вами происходит? Вы хотите спать, вам тяжело, у вас тяжесть, вы хотите прилечь, или у вас активно, у вас энергия. Вы вот съели, раз, вы пошли что-то опять делать, вы пошли творить, заниматься, общаться. То есть это очень важно. На этот тест не приходят наши блюда, которые вот вы, ну, кто люди, кто вот там соредил-соредил, а потом решил там осознанно или просто сорваться, да? Вроде привлекательно пока еще, да? Вот это там картошечка, там пюре, допустим, нравится. Вроде начинаете, там запах нравится, вкус нравится. Но послевкусие какое? Вот вы поели, а чувство, что вам надели кулек на голову и палкой надавали по голове. Вам хочется полежать, поспать, прилечь, делать ничего не хочется. Пошли процессы пищевого лекарства, вот это вот тест. То есть как вы себя ощущаете после еды? Или вы съели клубники, черешни, и у вас раз, энергия живая, то есть вы побежали дальше. У вас вы творите, вы общаетесь. Это важно по пониманию. Отличный вопрос, как выжить в сыроеду в условиях холодного климата? Да очень просто, ребята, просто изучить, изучить тему, изучить продукты, изучить компоненты. Огромнейшая ошибка является сыроедить в холодном климате, при этом есть одни фрукты. То есть все фрукты у нас имеют, во-первых, эффект охлаждения. То есть природа так задумана, что все, особенно сочные фрукты, они созревают в теплой стране. И, соответственно, они несут в этой стране эффект на человека охлаждающий. Вы съели арбуз, вам сразу стало прохладно. Вы съели апельсины, мандарины, это фрукты сочные, они несут эффект охлаждающий. Поэтому зимой в теплой стране, живя где-то в Сибири, есть привезенные с Испании апельсины или с Грузии. И при этом, конечно, у вас не будет все работать правильно. То есть если вы на зиму уезжаете в Таиланд, пожалуйста, в Таиланд супер. Можно есть одни фрукты. Стоит изучить, какие есть местные овощи и фрукты. У нас, я уверен, не все знают, есть 5 видов капусты. Белокочаная, пекинская, кайраби. Какая еще? Цветная капуста. Синяя капуста, белая капуста. То есть там 5-6 видов капусты есть. Изучите их, попробуйте, все виды капусты, они очень вкусные. Есть 5 видов редьки. Черная, розовая, красная, зеленая, дайкон. Эта редька есть практически круглый год. Есть зимние фрукты, которые хранятся всю зиму. Это яблоки, груши, это виноград Молдова. Это вот наши, выращенные у нас. Есть фрукты, которые сезонно привозят зимой из Грузии, из Алибаржана. Это хурма, это гранаты. То есть это вот фрукты ближнего зарубежья. Это очень вкусные, очень ценные продукты. То есть стоит изучить все многообразие. Конечно, зимой стоит добавлять больше семечков. Добавлять семечки подсолнуха, добавлять лен, добавлять кунжут, пророщивать зеленую гречку. Стоит вот немножко вот эти, это более плотные продукты, более согревающие. Стоит есть корнеплоды. То есть если летом корнеплоды мы практически не едим, морковка, буряк, то есть зимой корнеплоды, они обладают грубой клетчаткой, трудноперевариваемой. И она при переваривании, она при усвоении, она выделяет тепло. Очень много тепла выделяется. Стоит вот в основу ставить эти корнеплоды. То есть есть, то есть... На самом деле сыроеду в холодном климате очень легко. Более того, кто вот действительно уже получил, получил первые плюсы от сыроедения, почувствовал вот эту вот уже мощь, они буквально любят холод. Вот я холод люблю. Для меня зима это удовольствие. Это лыжи, это прогулки на свежем воздухе, это солнце, это мороз, это купание в проруби. Я вот просто жду, когда зима, когда все замерзнет, и будет первая полыня, и пойду там буду купаться. Понимаете? То есть наоборот это удовольствие. Если сыроеда-то начинает понимать, разбирается во всем многообразии продуктов, правильно составляет свой рацион, у него все в порядке с ментальным планом, с общением, с личностными коммуникациями, то зимой просто прекрасно. Просто прекрасно. Особенно вот наша полоса, там, Киев, Москва. Ну вот, то есть я, конечно, не могу точно сказать за какие-то дальние регионы, там, Сибирь, там, Камчатка, какие-то, где даже нет этих овощей сезона, где там, ну, в основном рыба. За такие регионы не могу сказать, но, тем не менее, у меня вот в коучинге в моем к среднему за 30 дней регулярно в каждом потоке есть и из Камчатки, и из Сибири участники. И вполне у них все получается, и они переходят на сыроедение, получают плюсы. То есть, в принципе, главное понять, вот основные принципы правильно составить с рационом, и все у вас получится. Святослав, прошу тебя поделиться с твоим самым любимым сыроедческим рецептом, который, возможно, тебя спасал при твоем переходе на сыроедение и который, возможно, поможет нашим зрителям и читателям. Так, друзья, хочу поделиться с вами любимым рецептом от Святослава Андрюсенко. Первый, любимый рецепт, который уже ест вся сыроедная Украина, это леная каша. Леная каша делается очень просто. Берется лен, 100 грамм льна, замачиваете его на ночь. Утром лен этот с такой слизью. Этот лен слизью в блендер. Туда 3-4 помидора средних. В блендер желательно, чтобы помидоры были с кислинкой. И туда зелени, петрушка, укроп, немножко соли посолили. Все, в блендере взбили. Получилась просто обалденная леная каша. Единственное, что блендер должен быть мощный. От 800 кВт, желательно 1000-1200, чтобы он мелко все перемалывал. Перемалываете, получается очень вкусная, сытная леная каша. Аналогичную леную кашу можно делать сладкую, что я себе, бывает, делаю на завтрак. Добавляете размоченный лен, 100 грамм, в блендер. И добавляете туда банан, немножко фиников. Перемалываете, и получается вкусная, сладкая леная каша. Просто прекрасный, сытный завтрак. Это первый. Второй, сореческий майонез. Это майонез, на который мы уже подсадили очень многих. Который действительно, прекрасная заправка к салату. Замечательная альтернатива подсолнечному маслу, любому растительному маслу. Это просто берете семечки подсолнуха, либо аналогично можно сделать с кешью. Но лучше я вам советую семечки подсолнуха. Размачиваете их на ночь, утром прямо с этой, ну, до этого их промываете. Размачиваете прямо с этой водой в блендер. Туда добавляете соли, добавляете порошка горчицы, либо семян самой горчицы. Добавляете соли, лимонного сока, половинку лимонного сока, или целого лимонного сока. И в блендере перемалываете. Получается такая консистенция, как крем, как майонез. Вот этот вот майонез очень-очень вкусный, очень здоровский. И в салат капуста, морковка просто дает великолепный вкус. Святослав, а как, на твой взгляд, избегать переедания на сыроедении? Поделись, пожалуйста. Друзья, прекрасный вопрос, как избегать переедания на сыроедении. Прежде всего, стоит понять причину вашего переедания. Возможно, у вас не проявляет сон. Возможно, вы еще не пришли, а уже едите одни фрукты. Конечно, от фруктов бывает переедание. Возможно, вы неправильно составляете баланс между фруктами и овощами. То есть идеально поначалу где-то 60-70% фруктов, в остальное 30-40% овощей. Причем из них 5-10% это семечковые, лен, зеленая гречка, семечки подсолнуха, орехи и обязательно много зелени. То есть это приблизительный такой баланс. При этом балансе у вас не будет переедания. Плюс фишка. Фишка. Это за полчаса до обеда, до овощной загрузки, съедать порцию фруктов, поскольку фрукты, они калорийные. То есть порция фруктов, она, фрукты, они калорийные. А овощи, они, у них калорий мало. Это больше овощи, это микроэлементы, клетчатка, это вот питание для микрофлоры больше. А фрукты это вот калории, поэтому за полчаса до салата съедайте порцию фруктов. Всегда так делайте. Ну и с утра лучше всего день начинать с углеводов. Зеленый коктейль, сок, сочные фрукты, они дают энергию, дают сытость. Ошибкой будет являться делать рацион из сухофруктов и орехов, особенно смесь. Это грубейшая ошибка и постоянно сталкиваюсь с этим. То есть люди поначалу переходят в сухофрукты и орехи forever, плюс сладкие фрукты. Результата никакого, вплоть до еще хуже, чем вообще было у них состояние здоровья. Поэтому здесь не делайте ошибку. Поначалу можно, да, добавлять в сухофрукты орехи, при этом правильно покупать сухофрукты. Выбирать с минимальной какой-то обработкой. Есть методики, как это. Орехи, соответственно, тоже покупать всегда в скорлупе, покупать сезонные. И опять же до 100 грамм в день. То есть идет до 100 грамм в день. Не стоит там есть их больше, поскольку они не усваиваются. И идет белковая интоксикация. То есть растительный белок в больших количествах, он ровно настолько же вызывает гнилостные процессы, сколько и животных. Поэтому не стоит просто есть килограммами эти орехи, поскольку у вас будет очень плохое самочувствие. Ну и еще важный момент психологический – это отслеживать свои эмоции, эмоциональный план. То есть если у вас не в порядке с эмоциями, то, скорее всего, вы их заедаете, пополняете, поскольку пища – это быстрый способ быстро наполнить себя эмоционально. Если у вас плохое настроение, у вас нет поддержки, вам не с кем поговорить, вы там давно себе не делали что-то приятное, то, конечно, еда будет первым быстрым источником это сделать. Но случай этот вообще не… это не туда, то есть у вас как минимум будет ожирение, ну как минимум это приведет к ожирению, либо вообще с какой-то с гормональными проблемами. Поэтому очень полезно и важно наполнять себя эмоционально. То есть в день 40 раз обниматься. Мы постоянно говорим на семинарах. В день 40 раз обнимайтесь. Общайтесь с близкими людьми. Окружите себя обществом, единомышленников, обществом людей, которые вас поддержат. То есть вот это вот окружение, вот это вот поле, оно вам будет давать эмоции, и, соответственно, вам будет меньше хотеться есть, вы будете меньше переедать. У вас вот человек, когда он занятый, когда он активный, когда он находится в такой приятной среде социальной, то он про еду вообще может и не думать, он забывает про это, когда он творит, когда вы вспомните себя, когда вы в процессе творения, созидания, вот что-то вы переключаетесь, вообще забываете про еду. А когда вы сидите дома сам, возле компьютера, и рука так и тянется, что-то постоянно съесть. Вот отлавливайте себя на этих моментах и психологически себе сознательно создавайте все условия для того, чтобы вам было комфортно, чтобы вы не переедали. То есть это, в принципе, методика. Это методика, и, в принципе, все эти очень, которые я вам рассказал, они очень прекрасно работают. Друзья, мне очень было приятно с вами вот так вот виртуально обменяться энергиями, обменяться опытом. Получилось прекрасное интервью. Добавляйтесь ко мне в друзья, Святослава Андрусенко, ВКонтакте. Интересуйтесь теми программами, обучающими, которые я веду в интернете. Находите их, читайте отзывы других людей и смело сроете, смело сроете, переходите. Никого не слушайте. Основывайтесь на своем опыте, на своих ощущениях. Мы всегда, как говорим на наших семинарах, критерии истинные, только практика. Поэтому будьте здоровы, практикуйте, и до встречи в новых видео и на моей странице. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин